Какие есть признаки того, что пара долго не протянет? Когда партнер тебе стесняется перед друзьями или родственниками? Слишком пышная не по карману свадьба. Если семейная жизнь начинается с неразумных трат, она и закончится долгами за неразумные траты. Неуверенность партнера в себе это как раз одна из главных причин. На нее накручиваются куча проблем и все это дальше летит как снежный ком. Умалчивание проблем, подстройка под интересы, подавление агрессии, пассивная агрессия. Заканчивается это все всегда за границей того момента, когда еще что-то можно было изменить. Но тут уже бесполезно кого-то обвинять. Просто люди такие. Не получилось, ты и хрен с ним. Много не теряешь от потери такого человека. Когда одному в паре требуется очень много внимания, а другой не может постоянно быть рядом с первым. Начинается нарушение личных границ, капризы, разногласия и как итог расставания. Нужно понимать, что у каждого человека есть свое личное время и нельзя все свободное чужое время забирать на себя. Зависимость от алкоголя и от КС-2 кричит о том, что вы долго не протянете. Я бы еще добавил оругательство в адрес другого. От овца и придурок до совсем нецензурных выражений. Особенно, когда это происходит на людях. Это сразу крест на отношения. Много знакомых пар расстались из-за этого. Главное не то, что пара много ссорится, а то, что они умеют решать эту начавшуюся ссору разговором, обсуждением и принятием решения, которое подойдет обеим сторонам. Тогда сколько бы вы не ссорились, если вы не умеете разговаривать друг с другом, у вас ничего хорошего не выйдет. Так что, смотря каким образом ссорится пара, не все пары, что ссорятся, обязательно обречены. Фразы, начинающиеся с... А вот моя мама... Если брак родителей одного из партнеров был неудачным и развалился, то, вероятно, отношения складываться не будут. Из-за отсутствия представления, что такое нормальные отношения. По крайней мере, первое время точно, пока сам не разберется, как это работает. У меня так было. Родители развелись, когда я была подростком. И все отношения внутри нашей матриархальной мафии, ну тоже не ахти. Естественно, о положительном примере и речи быть не может. За три поколения я первая, кто вышла замуж реально по любви. А не чтобы из дома сбежать или потому что заставили. Игромания, лудомания или любая другая зависимость. Если пара съезжается или же вообще играют свадьбу в первые пару месяцев. Отсутствие взаимного уважения, постоянной упреки и чувство стыда за своего партнера при выходе в люди. За то, во что он одет, за то, как себя ведет и что говорит. Например, когда парни говорят девушкам, ты в этом собралась идти? А девушке парням, ты не можешь поприличнее в ресторан одеться? Позорить меня он собрался. Сюда же бы отнесла уничижительные шутки. Ты же у меня такая дурочка, ты же у меня такой неряха. Кто ж тебя такую истеричку полюбит, кроме меня? Да, есть отношения, в которых такой юмор это норма. И оба партнера понимают, что это всего лишь шутки. Но если вы от таких шуток чувствуете себя неловко, ощущаете, что партнер это делает с целью задеть вас, понизить вашу самооценку, это определенно ненормально. Из личных наблюдений. Если на публике партнеры называют друг друга муж-жена, не оформив отношения официально, уверяя, нас и так все устраивает. Как правило, они встречаются 3-5 лет. Мило называют партнера мой муж, а потом расходятся, потому что в паре недопонимания, в том числе про официальное оформление отношений, где женщина-звездецкая хочет замуж, а парню и так сойдет. Если на людях они ведут себя так, будто их отношения самые милые, прекрасные, добрые, волшебные и все время сюсюкаются, сплошное притворство. Если мамуля парня решит дать ему совет, ну или рассказать, какой должна быть та самая настоящая и любящая его девушка. То, что один из партнеров срывается на другого из-за любой мелочи. Моя лучшая подруга находится в отношениях с парнем, у которого отец азербайджанин. Понятное дело, что парнишка очень зажатый, скромный. Даже недавно была ситуация. Она стояла, одевалась, а парень ее ждал. В какой-то момент он стал играть с ее волосами, что испортило прическу. Через пару минут таких игр подруга на него заорала, покрыла трехэтажным матом и пожелала ему смерти. Он обиделся, ушел, а она тут же бросилась извиняться в переписке и просить, чтобы он ее подождал. Для меня это звоночек о том, что пара долго не продержится. Ревность. Особенно, когда есть... Ну, я спрошу у него, могу ли я пойти. Тебе скучно и не знаешь, что посмотреть? Заходи на Бусти. Там ты найдешь больше 40 видосов на темы, которые никогда не увидишь на Ютубе. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии и убедись в этом сам. Когда на свадебных фото девушка с Пузиандрием явно не от того, что она любит покушать. Все друзья и оба двоюродных братьев женились по залету. Самые крепкие продержались два года. Когда он, она вообще все рассказывает своим друзьям, подругам о ней, о нем и об их отношениях. Когда люди вмешивают друзей, подруг в личные отношения. Сама раньше была той, кто рассказывает своим подругам вообще все про своего парня и наши отношения. Это длилось много лет. Потом мы расстались, прошло время, я повзрослела и поумнела. Теперь четко разделяю подруг и личную жизнь. Подругам больше нет места в моих личных отношениях. А вот подруги таки продолжают рассказывать все о своих парнях. И теперь я вижу, как это выглядит со стороны. И насколько это плохо, сказывается на их личных отношениях. Когда люди, не знающие толком твоего парня, раздают советы, еще могут в чем-то тебя убеждать и настаивать. А ты, если мозгов не хватает, будешь эти советы потом в отношениях с парнем применять. И это все разрушит. В итоге в глазах подруг ты будешь идеальной, а он козлом, который тебя обижает. Хотя в реальности ты и сама могла в этих отношениях офигеть, как много глупостей натворить. Но подруги тебе об этом не скажут. И ты таки не поумнеешь и не сделаешь выводы. Когда они унижают друг друга при посторонних. Это неадекватно и при тет-а-тете. Но когда пара позволяет себе гнобить второго при чужих, это крайне уважение и отсутствие любви. Мой бывший парень постоянно фотографировал каждый наш шаг. Потом сразу постил это в соцсетях. Даже те фотки, которые получились плохо, или мы на них получились плохо. В общем, это очень напрягало и мы расстались. Не люблю выставлять каждый шаг в соцсети. Презрение к чувствам. У меня так было. Я делилась какими-то переживаниями, а мне ответили о том, как ему пох. Это стало первым звоночком. Спустя пару недель мы расстались. В конце концов выяснилось, что он все мои проблемы считал чушью. Я так-то и не считал их супер важными. Для меня просто было нормой поделиться и услышать банальный ответ «все будет хорошо». Никакой сверхподдержки я не требовала. Но самое отвратительное в моем случае, что этот гад молчал о том, как он на самом деле относится к моим проблемам. Ни разу не высказывал до тех пор, пока не стало слишком поздно. Я никогда не понимал, а почему нельзя было сказать сразу об этом. В итоге чел обвинил во всем меня, но для меня это норма рассказать, как прошел мой день и о чем я волновалась. До сих пор не понимаю, как можно было сразу не сказать о том, что ему это неинтересно. Эйба просто не дала ходу таким отношениям. Я, как девушка, скажу стопроцентный звоночек, когда отношения с девушкой и женщиной надо закончить. Да, парни, это для вас. Она требует от вас слишком многого, чего вы никак не можете дать. Одна моя знакомая требовала от своего 20-летнего парня одну очень дорогую вещь, хотя можно было купить ее гораздо дешевле и приличного качества. Парень со своей зарплатой, работа физическая, естественно, не мог себе такое позволить. Так вот, она заставила его вкалывать физически на этой работе без выходных. В лепешку расшибись, но купи мне именно это. Любящий человек никогда этого не сотворит ради, по сути, своей тупой прихоти. Самое главное, что кричит, это безразличие, пустота, ничего. Вот он, она задерживается где-то. Тебе неинтересно где, когда будет дома, при этом не звонишь в течение дня. Просто неинтересно, когда будет дома и тому подобное. Также совместные поездки. Поехали к родителям. Нет. Почему? Не хочу. Вот и все, безразличие. Желаю, чтобы через это чувство прошло как можно меньше людей. Главный признак, что отношения заканчиваются, это когда она проявляет апатию и безразличие к тебе. Вы не ругались, она на тебя не обижена и не устала на работе. Она просто отвечает односложно на твои вопросы, не интересуется твоими делами, на приглашение погулять говорит, что хочет побыть одна. Если задать прямой вопрос, все ли между вами в порядке, она ответит, что все хорошо. На самом же деле она уже все решила, просто либо не решила, как разорвать отношения, либо просто ищет запасной аэродром, чтобы не быть одной. Но ваши отношения уже разрушены. А дальше она либо в ближайшие дни честно объявит вам, что хочет расстаться, либо будет искать повод, чтобы обвинить вас в разрыве отношений. Меня так игнорили, а через некоторое время закатило скандал за то, что я в третий раз спрашиваю, все ли у меня в порядке. Мол, это я ищу повод расстаться, не уверен в наших отношениях и так далее. В итоге мы расстались, а через два дня она уже была с другим. Сейчас они женаты, я рад за них, но ведь можно было прямо сказать, что нашла другого, разве нет? Моя знакомая так игнорила парня, когда он ей надоел. Мне она прямо говорила, что хочет расстаться, но не хотела брать на себя ответственность. В итоге она сказала ему, что он слишком навязчивый. Он также слишком активно пытался понять, что с ней не так, что он не дает ей личного пространства и рассталась. Когда я услышал, как девушка моего друга также безразлично стала с ним общаться, я сразу ему сказал, что их отношениям конец. Он говорил, что это не так, их отношения доверительные и прочные, просто она устает на учебе. Она рассталась с ним через два дня. Делают ли так парни? Я не знаю. Открытые отношения – предлог для измены. Люди думают, что подобные отношения укрепляют связь, так как партнер, изменяя своей, своему супругу, супруге, поймет, как ему ей не хватает своей половинки. Да, конечно. В действительности подобные отношения укрепляют факт того, что для изменщиков брак – это только секс, не более. Они не пытаются понять друг друга, они пытаются получить физическое удовольствие. Когда девушка часто начинает конфликт из-за всякой фигни, это значит, что ей наплевать на отношения, и она ищет причину, чтобы избавиться от них. В таком случае лучше первым все сделать и сохранить себе психику. А на этом все. Если видео вам понравилось и было полезным и интересным, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также напоминаю про наш Бусти. Кстати, там вчера видос вышел, который доступен для просмотра абсолютно каждому. То есть там не нужна подписка, просто переходишь и смотришь. На этом все. Всем пока.